Внутренний туризм в России побил исторический рекорд. В 2023 году турпоток вырос на 20%. Путешественники совершили более 78 миллионов поездок внутри страны. А по прогнозам экспертов, в этом году их станет еще больше, на 15%. В этой теме сегодня разбиралась моя коллега Александра Козлова. Она сейчас в студии. Саша, привет. Какие регионы для путешествий выбирают красноярцы? Даша, привет. Добрый вечер, зрители. Все зависит от отведенного для отпуска времени. Если речь идет о выходных в два дня, люди выбирают близлежащие места на природе. Например, последняя неделя для жителей региона выдалась жарче обычного. Температура воздуха достигла 37 градусов. Такие условия сподвигли местных жителей выбраться ближе к водоемам. Туристы выбирают отдых на Мане, Енисей и Красноярском водохранилище. Добираться на машине до места чуть больше часа. Остановиться на ночь можно либо в палатках, либо на базах отдыха. Стоимость проживания – от 2,5 тысяч в сутки. Однако спрос на активный отдых на берегу водоемов наблюдают не только в крае, но и на Байкале и Алтае. Тур в живописные места на два дня обойдется примерно в 33 тысячи за человека. Кроме того, ажиотаж фиксируют и в соседней Хакасии. Количество людей настолько превышает даже прошлогоднее количество, что у нас создаются пробки на трассе, пробки на подъезде. У нас стоят в очереди на заселение гости. То есть народу очень много, очень много палаток. И мы никогда не пишем объявление о том, что мест нет. Вот знаете, как раньше на заборе писали таблички «мест нет». В этот раз нам пришлось это сделать, потому что звонки были бескончаемые. Мы физически не успевали отвечать людям о том, что, к сожалению, все забронировано и все занято. У нас первый раз в жизни на базе были заняты все дома и весь палаточный городок. Это береговая линия и это вторая линия. То есть такого количества людей, правда, не было никогда за 4 года. На базах отдыха сутки проживания обойдутся от 1000 рублей за человека. Однако мест до конца сезона уже нет, говорят владельцы. Количество посетителей за июнь выросло на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Бронировать отдых гости начинают с февраля. По статистике онлайн-сервиса путешествий «Тутуру» для продолжительного отдыха красноярцы выбирают несколько направлений. Самым популярным местом стал Краснодарский край. Проживание, питание и трансфер за неделю в Сочи обойдется примерно в 45 тысяч. Такой же пакет услуг в Москву и Санкт-Петербург будет стоить от 30, в Новосибирск и Иркутск от 16 тысяч рублей. Турагенты говорят, особой популярностью пользуются экскурсионные маршруты, а также речные и морские круизы. Тут тоже нужно понимать, да, двухдневные, пятидневные, они семидневные есть. Есть даже речные круизы по Золотому кольцу, вот из Москвы точно так же. И они, естественно, также каюта, трехразовое питание, либо питание по программе будет, то есть в зависимости от того, какая удаленность маршрута, да, когда, так скажем, останавливается круиз, у них, как правило, какое-то время на суше также дается. И то есть здесь в формате выезжаем мы куда-то дальше по суше что-то смотреть или же просто вот на корабле, так скажем, остаемся. Но цены тоже стартуют примерно от 18 тысяч рублей на одного человека при двухместном размещении в каюте. Годом ранее внутренний турпоток в России вырос на 20% и составил рекордные 78 миллионов поездок внутри страны. Большой вклад в этот показатель внес деловой туризм. В первом полугодии в командировки отправили 2 миллиона человек, об этом сообщает Союз Туриндустрии. В этом году количество путешественников вырастет еще примерно на 15%, прогнозируют эксперты. По данным Ассоциации туроператоров России, за год показатель продаж по раннему бронированию вырос в полтора раза. Если в прошлые годы мы выходили на максимумы продаж в середине июня-начале июля, то 2024 год складывается так, что уже в январе мы показали максимальные объемы. Однако структура спроса на внутреннем рынке не изменится. Пляжный туризм составит около 50% турпотока, 30% экскурсионный туризм, 10% санитарно-курортное лечение, 10% активный туризм и другие виды. Специалисты считают, количество поездок внутри страны выросло из-за выделенных грантов на развитие курортов и дорогих путевок в зарубежные страны годом ранее. Например, туристы, которым отдых за границей оказался не по карману в 2023-м, в этом году выбрали отдых внутри страны и заранее забронировали билеты и проживание. Но в этом году, говорят турагенты, цены в популярной для туристов страны не растут, а наоборот даже снижаются. Так, путешествие на двоих на семь ночей в Таиланд обойдется от 100 тысяч, в Турцию от 68, на Шри-Ланку от 136 тысяч рублей. Даша, на этом у меня все.